Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам нужно разобраться с тем, почему обидно вам так из-за того, что человек не обращает на вас внимания. То есть именно обида, откуда у вас дела, именно обида, откуда у вас берется на самом деле, потому что обидно это такие определенные ожидания, некоторые желания, потребности, которые у вас имеют место быть. И, соответственно, можно здесь говорить о том, что вы эти желания свои вот ощущаете как очень неудовлетворенные, как очень нереализованные, судя по вашим словам. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, прежде чем что-либо делать вам, ну, желательно определиться с этой историей, определиться с этой историей нужно, почему вам обидно. Вот. То есть это первое, первое и едва ли не самое главное, потому что здесь на лицо ваш конфликт некий. Вот. То есть есть некий конфликт, ну, вот ваш конфликт есть, который проявляется в том числе и во взаимоотношениях с мужчиной. Причем мужчиной даже незнакомым абсолютно для вас, вот, мужчиной, которого вы не знаете, который не знает вас, и вам хочется, чтобы он обратил на вас внимание. И из-за того, что он этого не делает, и из-за того, что он не обращает на вас внимание, вы испытываете негатив. И вопрос в том и заключается, какова природа этого негатива на самом деле, какова природа того негатива, который вы испытываете, какова природа тех ожиданий, которые у вас имеются. Я вот смогу предположить, я рискну предположить, точнее, что речь идет исключительно о, допустим, вашей попредственности быть с кем-то в отношениях. Вот, то есть, о вашей неудовлетворенности тем, к примеру, что вы одна, допустим. Вот, вот, такая история, такой момент. Соответственно, после того, как, после того, как будет, ну, разобрано, исследовано, вот, то, почему вы так себя чувствуете, да, из-за чего вы так себя чувствуете, да, можно уже будет говорить о дальнейшем поведении по отношению к человеку. То есть, если вы сейчас проявите к нему свою активность, а за этой активностью будет, ну, желание быть в отношениях, например, с ним, то это, конечно, ну, вряд ли пойдет вам на пользу. Вот. Это, скорее лишь только, возможно, подкрепит все поведенческие модели и те поведенческие, ну, триггеры, которые у вас сейчас имеют место быть. Понимаете? Вот это так мне кажется на данный момент, на данный момент так мне это видят. Вот, и если вы увидите, что все-таки за вашей симпатией скрывается, что все-таки за ней, то есть, что она из себя представляет, ваша симпатия, да, вот, то есть, это просто желание, например, что-то делать, к примеру, для, ну, для человека, или это, ну, соответственно, там, ну, действительно какая-то вот подребность в чем-то для себя. Да, ну, действительно, с этого вообще тоже можно будет говорить о том, как вам проявлять свою симпатию. Вот, пока что выглядит так, что вы увидели мужчину, который вам, ну, показался, ну, приятным, который показался вам непротивным, да, вот, вы его увидели, и вам, значит, соответственно, показалось, да, вам показалось, что, ну, что вы можете с ним, ну, выстроить отношения, вот. То есть, это выглядит, как импринт, вот, то есть, импринт, это такое вот запечатленное желание, да, целостное желание чего-либо, ну, например, в данном случае отношений, реализации, у которого вы, ну, вот, связываете именно с мужчиной, допустим. Вот так вот, вот так вот, это можно раскрыть. Что касается вот этой вот позиции, что если я ему понравилась, то он бы ко мне подошел не факт, потому что, как вы правильно сказали, как вы правильно сказали, речь идет о соседях, ну, то есть, вы просто соседи, и он, может быть, даже, ну, представить себе не может, что вы испытываете к нему какую-то симпатию. Все люди разные, и они, ну, воспринимают, да, они воспринимают друг друга тоже, в общем, по-разному. Ну, вот, и именно из-за этого, из-за того, что они, ну, что люди воспринимают друг друга по-разному, ну, вот, могут по-разному, по-разному проявляться представление о том, когда можно проявить симпатию, когда нет. Вот, поэтому столь стереотипичное представление о, ну, о возможностях мужчины сделать первый шаг, мне кажется, что ни к чему хорошему вас не приведет, в принципе. Вот, по поводу того, что, значит, ну, по поводу того, что у мужчины нет девушки, вот, мне кажется, тоже достаточно интересный момент, потому что, ну, чего вы решили, что у него нет девушки, да, то есть, ну, просто, почему вы так решили, что у него нет девушки, это, мне кажется, очень важный момент, очень важная деталь, вот, потому что вы можете ошибаться, Вот, ошваться. Вот, у него девочка может быть просто, ну, по каким-то причинам вы её не видели. Вот. Он может с ней встречаться. Вы же не следите за ним. Постоянно. Я не хочу сказать, что всё, что вы видите, да, всё, что вы видите, это плод вашей сентазии. Ой, о Пандаве, нет. Но, что-то, из этого что-то, вот, иллюзией, конечно, является. Например, то, что он должен обращать на вас внимание. Например. Вот. Здесь я бы, конечно, вот, с личной ответственностью, да, поработал бы. Вашей, взял бы. Взял бы на рассмотрение вопрос о том, почему мы будем обращать на вас внимание. Ну, вообще. Вот. И так далее. Вот если вы говорите, что вам по 20 лет, то чем вы увлекаетесь? Вот на данный момент, куда вы стремитесь, что вам так вот важно, чтобы вас обращало внимание. Что-то, очевидно, мне кажется, что у вас есть некая проблема с интересом вашим, ну, с тем, что вы делаете, с тем, что вам нравится, с тем, куда вы движетесь, допустим, по жизни. Вот. Опять же, это просто предположение. Я могу ошибаться. Вот. Но, тем не менее. Ну, это видится так. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.